Приветствую любителей Москвы, смотрите передачу подмосковной платформы, это платформа Ромашкова, которая соответственно находится в одноименном селе Одинцовского района Московской области. Ну вот это непосредственно там оно находится, именно здесь вот. И вот эта платформа, здесь собственно основочный пункт, который состоит фактически из двух платформ. Вообще чем он интересен, вот этот основочный пункт, тем что во-первых тут две платформы, но фактически одна из них не используется практически в настоящее время, хотя раньше использовалась. Ну и второе тем, что тут еще есть ответвление, которое ныне тоже заброшено на Рублево. Вот в остальном, ну казалось бы обычный пункт, причем находится эта платформа на ветке рабочий поселок Усово. Вот и вот здесь на этой платформе, она фактически единственная сейчас рабочая, здесь останавливается электричка как в сторону Тусова, вот поехала Иволга, электричка Иволга туда в сторону Усово, дальше туда Раздора, Барвиха и дальше на Усово. А вот та платформа, видите, вторая, вот, она сейчас не используется, не то что сейчас, она уже довольно давно не используется. Вообще, когда здесь был разъезд, как видите, здесь два пути, обычно один же путь для вот этой Усовской ветки, а здесь два пути, потому что здесь был разъезд. И само слово разъезд, понятно, что здесь разъезжались два поезда и, соответственно, ну, видимо, движение было более интенсивное, сейчас примерно один раз в час ездят электрички. И так устроено, что одна электричка едет туда, сначала на Усово, потом она возвращается обратно, потом следующая электричка. И так вот, соответственно, все движение фактически идет по одному пути. Ну, а вот раньше, видимо, интенсивное движение было повыше и, соответственно, требовался еще и второй путь, чтобы поезда могли разъезжаться. И поэтому на той платформе, которая сейчас не используется, на которой я сейчас вот иду, вот она использовалась, там как раз останавливаются именно поезда в сторону Усова, а вот на этой платформе только в сторону Москвы. Вот так. Там дальше находится церковь, это единственная достопримечательность фактически Ромашково. Ну, там еще есть пруд, но к нему очень трудно попасть. Я об этом рассказывал, была прогулка, поход такой был, помните, если от Ромашково до Немчиновки. И вот тогда я показывал это Усово и церковь и говорил об этом более подробно. Ну, а в церковь, конечно, попасть можно. Она совсем рядом с платформой находится и попасть в нее можно, естественно, в общем-то, в течение дня в любое время. Ну, вот так выглядят две платформы. То есть, этот вот второй путь, он фактически, как бы, не знаю, по некоторым сведениям иногда говорят, он все-таки используется, то есть, каким-то образом. Ну, честно говоря, я ни разу такого не видел и сведения достаточно противоречивые. Ну, однако же, вот видите, даже выглядит эта платформа очень, так сказать, современно. Такое впечатление, как будто бы она прямо вот используется. Ну, на самом деле, это не так. Ну, по крайней мере, если используется, то очень редко. Ну, а на самом деле, этот вид, эти платформы, так сказать, вот стали иметь в 2013 году, когда прошла реконструкция. Фактически платформы были построены заново на этом же, правда, месте, где были раньше. А до этого здесь был асфальт, покрытие асфальта, и все было намного, в общем, более скромно. Вот этого забора страшного не было здесь, и вместо этого тут было огромное буйство зелени, которую все вырубили. Вот, и в целом этот основочный пункт просто прямо утопал в деревьях. Тут все прямо было вокруг, сплошные вот, прямо леса подступали. Ну, сейчас, как видите, практически очень мало уже деревьев осталось. Встал более голый, зато вырос забор. Ну, там одни сплошные, конечно, дачи богатых людей. Понятное дело, рядом Рублевка проходит. Ну, а сама эта платформа, она появилась в 1323 году. И в то время, в 20-е годы еще, да, тут действительно было ответвление, было построено. Видите, тут даже нет таблички, вот на этом указателе, что это платформа, чтобы, как бы, сказать, людей не водить в заблуждение, чтобы они, как бы, не ходили на эту платформу, потому что сюда, фактически, ничего не приезжает. Вот, было еще ответвление, то есть, помимо Наусова электричек еще ездили. Ну, тогда, правда, не электрички были, тогда были паровозы, потому что электрифицирована была эта ветка в 1357 году, а до этого, в общем, была такая паровозная тяга, паровая тяга, ну, эти тепловозы, паровозы, вот, тепловозы, наверное. Ну, сначала, может, пара, нет, наверное, скорее всего, эти тепловозы уже были. Ну, так вот, и, соответственно, еще было движение на Рублево. Ну, правда, оно было для служащих, то есть, не для всех, вот, людей, а специально даже в билетах указывалось, что туда могут проехать только служащие, то есть, те, которые, вот, ну, видимо, служили Рублевскую станцию и другие всякие нужны. Вот, она прям совсем рядышком отходит, эта ветка, но в защитной степени она уже сейчас разобрана, а если, видите, тут еще даже был выход сюда, ну, все разобрали, и теперь она упирается в никуда, фактически, в забор. Вот, и, соответственно, сейчас эта ветка, она либо уже разобрана в защитной степени, либо она уже сильно заросла, то есть, по ней фактически уже не пройти, ну, во всяком случае, это крайне тяжело сделать. Вот, тем более дойти до Рублева, это очень тяжело. Она там где-то, ну, может, километра 3, примерно 4, вот отсюда Рублева находится, вот, поселок Рублева, который тоже, кстати, к Москве относится, но это как бы, как исключение, такое, как банклав небольшой. Вот, ну, потому что там Рублевская станция, вот у подготовки. Вот, так что этот путь уже не работает, и поэтому сейчас фактически это уже, ну, просто обычная платформа, хотя такая достаточно оригинальная. Ну, как видите, тут, видите, и скамейки поставили, и заборы небольшие, я имею в виду, вот эти оградительные платформы, которые огораживают, не те, не тот здоровый, который вот там, этот. Ну, в общем, все как оборудовали по последнему слову, можно сказать, ну, вот, фактически платформа это не действует. Вот, так что вот. Ну, а название такое красивое, да, паровозик из ромашек, наверное, если помнить, мультфильм такой был. Спокойной ночи малыши показывали тогда еще в советское время, ну, вот, ну, может какие-то воспоминания остались еще. Вот, ну, а в целом, конечно, такое уже место, конечно, в большей степени, где много богатых людей стало жить, очень престижное место. Ну, так вот выглядит этот основочный пункт, а ну, встреч.